Природных пожаров в этом году может быть не меньше, чем в прошлом. Зимой выпало очень мало снега, в лесах сухо. К пожароопасному сезону уже готовятся лесничьи и пожарные. Тему продолжит Ирина Руснак. Это Кицканский лес недалеко от столичного моста. Небольшая полянка вся в зарослях, кусты по пояс и выше. Сухая трава, много сухой травы. Вот трава сухостойная, вот она, она не прижата, она рыхлая. Картина в лесу лесничьих сейчас не радует. Сухостой, конечно, чуть меньше, чем прошлой весной, но вряд ли это повлияет на статистику пожаров. Сухая трава есть каждый год. А вот снега этой зимой вообще, можно сказать, не было. И это большая проблема. Когда снежные зимы идут, снег её прижимает к земле. И поэтому она более влажная, не такая пожароопасная, перегнивает за зиму. Сейчас она, вся трава сухостойная, осталась наверху. Такой сухостой фактически как порох. И пока нет зелени, огонь распространяется быстрее. На прошлой неделе под Чебручем изгорело 10 гектаров земли с камышом. Сильный ветер нёс огонь к домам. Пожарные успели всё потушить. В середине февраля пожарным пришлось работать в Дубосарах. Там тоже горела сухая трава. Загореться при такой погоде может не только лес и пустыри. В списке потенциально опасных мест – садово-огородные товарищества. Горит в сотах много и каждый год. Здесь легко загорится листва. Она перекинется на сухостой, дальше ветки и дальше уже строение людей. Это садово-огородное товарищество в Никольском. Почти половина участков заброшены. Вот видно, что люди не появлялись здесь несколько лет. Деревья высохли, участок зарос травой. Загореться всё это может моментально. Ранней весной, когда люди приезжают, начинают уборку на своих уже участках, начинают разводить костры. Но из-за того, что они разводят костры не с соблюдением пожарной безопасности, происходит распространение огня на близ расположенные уже участки, заброшенные. И начинается, к сожалению, возгорание, что приводит уже к крупному пожару. Каждую весну и лето пожарные проводят рейды по сотам. Информацию о заброшенных участках передают в администрации. Там обязаны искать хозяев, чтобы те навели порядок на своих участках. Но сделать это получается далеко не всегда. А это значит, гореть, скорее всего, в сотах будет и в этом году. Пожароопасный сезон начинается. Ирина Руснак, Александр Зелинский, Владимир Погоня, ТСВ.